Что нужно есть на завтрак, обед и ужин, чтобы быть здоровым? Распорядок питания. Переедание вообще, еда на ночь, высококалорийная пища, потребление калорий больше, чем вы тратите за день, сласти и любые сладости. Все это постепенно приводит любого человека к преждевременному старению, болезням суставов, метаболическому синдрому, сахарному диабету второго типа и другим болезням цивилизации. И это все болезни неправильного питания. Также все это приводит, ускоряет развитие любого вида рака. Но каждый человек, взявшись за ум, может нормализовать свое питание и учесть физиологические ритмы и режим питания для своего здоровья. Тут все очень просто. Утром надо есть как можно позже, после пробуждения, а не сразу, как открыли глаза, и только после физической работы. Так вы снизите зависимость от инсулина и укрепите иммунитет. Утром менее всего прослеживается зависимость от инсулина, и он легче вырабатывается нежели днем, а тем более вечером. Оттуда и нюансы по питанию. Эту физиологию надо учитывать в своем рационе питания и режиме. Потому если уж вы что-то хотите сладкого, никак не можете, ну уж тогда только утром, и то немного. Итак, углеводы утром лучше, конечно, не быстрые, длинные, не сладкое. Овсяная каша из цельного зерна. Как правильно ее приготовить, у меня было видео про овес, посмотрите. Ссылку оставлю под этим видео. Можно с орехами. Можно съесть не сладкие ягоды, особенно лесные, вроде голубики, черники. Кто совсем не может без сладкого, как он считает, хотя это дело привычки и зависимости. И вкусы, и привычки меняются. Тем не менее, помимо ягод, можно съесть какие-то фрукты. Например, ту же курагу, немножко, несколько штук. Если вам предстоит активная физическая работа, если вы хотите нарастить мышечную массу, то утром, конечно, надо съедать, во-первых, калорийную, жирную пищу, и пищу при этом богатую белком, аминокислотами. Или, если вы, скажем, веган, или сыроед, или такой пищи белковой не хватает, то, конечно, с добавлением натуральных аминокислот. Например, аминопротеин, в котором есть и все незаменимые аминокислоты, и витамин В12 натуральный, несинтетический, что очень важно, и другие витамины группы В, и цинк, и многие другие важные нутриенты. Ну, или протеин 4 в 1. Ссылки я оставлю вам в описании под этим видео. На обед уже нельзя есть сладкое. В этом большой принцип. Так как будет быстро подниматься сахар на съедание чего-то сладкого, днем уже меньше вырабатывается инсулина, и труднее, чем утром. Кто не в теме, зачем вообще это все учитывать? Посмотрите мое видео «Инсулинорезистентность». Салат жирный вполне хорошо съесть в обед. Масла туда пойдут льняное, кунжутное, оливковое, органовое. Можно добавить немного масла черного тмина, чайную ложечку. Но только все должно быть холодного отжима и свежее. Ссылки на такие масла я тоже вам оставлю под этим видео. Больше ешьте листовой зелени. К салату это будет идеальное дополнение. Пища будет полноценной. Яйца, кто ест, тоже допустимо, но без хлеба, без углеводов, и без длинных, и без быстрых. То есть белок плюс жиры. Разумеется, клетчатка быть должна. Это бета-глюканы, это инулин и прочее. У меня было видео про клетчатку. Потом посмотрите. Мясо я есть не советую. Уж кто ест животные продукты, то хотя бы рыбу тогда уж. Ну, если вы не веган. И что касается супов. Если уж есть супы, хотя это вполне не обязательно, то тогда уж без картошки и без круп. Но, скажем, вместо картошки можно использовать цветную капусту. Та же консистенция, ощущение, так сказать, на небо язык будет тем же. И посмотрите мое видео, а что же тогда есть. Там я подробно относительно питания, комбинаций, что можно, что нельзя, все поясняю. Ведь данное видео про режим, ритм питания, скажем, распорядок. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю. За мой труд. И сделайте хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. А теперь ужин. Ну, я советую, конечно, руководствоваться поговоркой Суворова. Ужин отдай врагу. Я, например, стараюсь не есть после 16.00. И это правильно. Исключив ужин, вы получите все позитивные эффекты интервального питания или так называемого интервального голодания. Это и хорошо работающую аутофагию, то есть самоочищение на клеточном уровне. И синтез гормона роста, гормона молодости. Помните, что вечером самая плохая, низкая чувствительность к инсулину. И потому, если будете есть вечером что-то, то точно не ешьте ничего сладкого, категорически. Вообще, еда на ночь, это и атеросклероз, и ожирение, и метаболический синдром, и диабет. И много других бед и проблем. Особенно с возрастом, когда защитные силы, компенсаторные резервы организма истощаются и падают. И вообще, поджелудочная железа плохо работает с 18.00. У неё тоже есть свои ритмы, они продиктованы природными программами. А интервальное питание, оно идеально. Лучше не есть после 16.00, ну хотя бы 18.00. Видео, почему не стоит есть после 16.00, оставлю вам по ссылке под этим видео. В любом случае, и главное, никаких углеводов вечером. А вот псиллиум, эту клетчатку, вечером есть стоит. Во-первых, смешиваясь с водой, вот эта шелуха подорожника набухает. Это идеальное очищение кишечника, прекрасный сорбент. Это уменьшение или вообще ликвидация чувства голода, поскольку насыщение происходит от увеличения объёма желудка и далее кишечника. И есть, не будет хотеться и очищение. Плюс гель-сорбент с хитозаном на ночь для идеального пищеварения, для очищения кишечника. На клеточном уровне я советую принимать. Кстати, и сон будет у вас лучше, если вы вечером не будете ничего есть. Более того, вы будете просыпаться и раньше, и бодрее, нежели поев вечером. Тем более на ночь. Помните также простую истину. Дефицит витаминов убивает. А потому смотрите мои видео, в них вы найдёте ответы на все вопросы и все, какие необходимы пояснения. Если вы хотите укрепить свои мышцы и уменьшать естественное возрастное уменьшение мышечной массы, то потребляйте витамин С минимум грамм, а лучше по одному грамму два раза в день. Посмотрите моё последнее недавнее видео про витамин С обязательно. На ночь я советую пить яблочный уксус по одной чайной ложечке на стакан воды. Тогда вы утром увидите, если будете замерять, что при равных прочих у вас уровень инсулина будет ниже, чем в те дни, когда вы не принимали накануне яблочный уксус. И перед каждым приёмом пищи по одной чайной ложке яблочного уксуса на треть стакана тёплой воды минут за 5-7 до приёма пищи потребляйте, и тогда будет лучше пищеварение. Дезинфицирующие свойства желудка будут лучше, а значит и лучше будет усвоение питательных веществ, ну и соответственно качество жизни. Помните, что фулевовые кислоты помогают лучше дойти до каждой клетки любому элементу питания. Посмотрите видео о фулевых кислотах и все те видео, которые я порекомендую вам и оставлю ссылками под этим видео, которое вы сейчас, я надеюсь, ещё смотрите. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите ещё 2 минуты, особенно те, кто у нас ещё ничего не приобретал на нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это моё видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира, смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого своё здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы 2 раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Всё это налажено, обо всём сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл ещё один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на моё видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну, где вы живёте и работаете на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на всё это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.